здравствуйте дорогие друзья вот уже наступила зима у вас уже началась подлёдная рыбалка сейчас я нахожусь в бутике славы самура в торговом центре палладиум город икутск принес ему ножи свои на заточку и также хочу вам напомнить о том что на нашем сайте клёвая рыбалка.рф есть вот такие доработанные ножи к ледобуром тонар неру торнадо диаметры буров от 100 до 200 и вот заходите смотрите ссылку в описании под ролик привет ребят привет ребят ну вот начинаем ролик с этого момента я прилетел в аэропорт толмачево город новосибирск меня встречает григорьевич ваблеродел сергей соболевский кто не знает знаете все вот кто не знает переходите по ссылке в описании заказывайте ваблера ручной работы друзья мы сейчас я привез гостинцы немножко григорьичу на новый год сейчас я быстренько передам и потом через час сюда подъедет такси и мы двинемся дальше что то так так и 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 а там два огонька каких-то видно может быть и трассы озеро стоит ну и рама здесь какие-то большие сложности со стола но подвел когда вы приехали началось нормально не не откроет а полночь а г а 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 Мы заканчиваем музыку. А то автор не права. Ну снимаем видео. Баночка. Сейчас поджарить не надо. Не надо? Не, не, сам поджарить. Есть? Да, видите. Вывал еще. Смотри, как я сейчас его выводу. Откуда. Ага, ну что. Хе-хе-хе-хе. О, горит хорошо. Все хорошо горит. Вот так. Вот так правильно будет. Будет теперь у нас добыча. Хе-хе-хе-хе bem-хеем. Уттр kabul ты, если за Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Друзья, сейчас подошли к такому строению Это местные рыбаки здесь для своих приезжих гостей делают теплую место для обогрева Ну теплый домик на санях, вот посмотрите какая у него конструкция Мне самому стало очень интересно, вот давайте посмотрим Обычные ДМД-тубы И это даже по моему машине ТМД Вот так все, красами он зафиксировал Рама горная Вот смотрите Как будто вместе видно место шва Из двух листов поликарбоната Поликарбонат очень тонкий Вообще тут даже о каких-то слоях говорить сложно Обычная летняя теплица, то есть летний поликарбонат Внутри он выглядит вот так Это у нас фанера Фанерный пол Вот такие лунки Обычный каркас теплицы Родной тепличный Но который толстый А может быть они его специально заварили усиленным Сами заварили его Видно, что здесь рыбачили Валяются с руком рыбу вот Бель какая-то лежит Что это у нас тут? Какие-то окушочки маленькие Если здесь поставить горелку Будет тепло Будет тепло Ну вот я, друзья, хочу такую Такую же использовать модель И с печным отоплением То есть поставить печку здесь, вырезать Не знаю, как она получится Использовать более толстый материал, конечно Трехслойный Как его? Поликарбонат Есть трехслойный там Всякие трехслойные Так, друзья, сейчас я подошел К одному тоже интересному месту Подъезжая к базе нашей Я увидел некие постройки Развалины Их очень много здесь Как мне потом сказали Что здесь был целый город Во свое время Город, в котором жили ссыльные Очень много было С Германией Там и из других От каких-то мест Вот И посмотрите Вот здесь сделаны вот такие дома Везде построены Остались одни развалины Точнее уже От этих домов Но Мне стало очень любопытно И я пришел сюда Чтобы вам показать Что я здесь обнаружил Ну, во-первых Вот Строительным материалом Использовался вот обычный камень Как вы видите, да Вот Вот это вот Ранее было От моих строений Оно строилось Выкладывалось Просто вот таким вот Камнем Вот так вот Допустим Вот Вот Как Легов Вот так Эти камни Все выкладывались Вот Использовались Различные камни Квозки Но Все Квозки Камни Ширина Стен этого здания Составляла Метр Чуть-чуть Более метра Чуть-чуть Почти метр Наверное Где-то Вот Здесь видимо Ход был в жилище Вот Дверь Давайте посмотрим Вот здесь была дверь Ходим Давайте Через нее Пройдем Попадаем В комнату Первую Но Она здесь Разрушена Часть Поэтому Ничего здесь Не увидим Но Посмотрите Вот изнутри Дом был Дом был Вот таким Покрыт Это как Называется Вот Замазан Замазкой С использованием Обычного Рогоза Который Растет Здесь На берегу Озера Они оттуда Брали Смешивали С местной Глиной И получалась Вот Такая Замазка Утепление Дверь Стен Видимо Как все Видности Так Давайте Дальше Пройдем Следующую Комниту Здесь Наверное Было Стальнее Все Стальное Вот Этим Остан Уже Последующим Были Замазаны Но Обратите Внимание Как Делалась Верхняя Часть Как Быть Оконной Вот Этой Раба Как Они Укладывались Вот Приклеивались Там Не Упадывают Оттуда Вот Видите Да Вот Тоже Довольно Интересная Система Стены Как Вы Можете Обратить Внимание Очень Толстые Вот Где-то Метр Наверное Здесь Здесь Уже Яблони Выросло Гнездо Вот На Дереве Есть В свое Время Тут Жили Люди Они Наверное Этот Дом Своими Руками Построили Судьба Этих Людей Мне Не Известно Вот Такой Вот Такие Вот Интересные Постройки Друзья Давайте Сейчас Посмотрим Снаружи Дом Как Снаружи Он Обделывался Так Снаружи Он Уже Обмазан Каким-то Семент Закцементированный Очень Твердый Такой Вот Это Уже Позже Видать Еще Побелили Извести Изначально Он был Наверное Просто Каменный С укладкой И Утеплем Вот Эти Обычные Грунтовые Утеплители Но Тоже Я обнаружил Что Одна Стена Вот Выложена Кирпичом Одна Из Стен И тут Везде Эти Дома Вот Везде Вот Эти Разваленные И все Из этого Камня Все Абсолютно Далеко Уходит Куда Так что История Казахстана У Казахстана Есть Свои Тайны Которые Он Хранит В себе И Я Хочу Сходить Потом В музей И Ну Сделать Какую Нибудь Экскурсию По этим Заснимать Заснять И все Это На канале На лайв Канале Будет Друзья Поэтому Переходите Подписывайтесь Там Тоже Много Интересного Всякого Вот А сейчас Я иду К Семену Он Уже Начинает Там Рыбачить Посмотрите Как Взошло Солнце Резко Будем Надеяться Что Сегодня Не будет Так Ветерно Как Было Вчера И Будет Тепло Так Семен Пока Ко мне Шел Он Вот так Вот вдоль Везде Шел Бурил Попробовал Сейчас Мы Зашли Посидели Немножку Теплиц Немножку Обнаружили Что здесь Рыбаки Рыбачили Проливали Здесь Рыбью Кровь Это Мы Сразу Увидели И Начали Здесь Рыбачить Здесь Не Проливано Вот лежит. Пожалуйста, первые окна. Первый окон, которого я поймал за сегодняшний день, друзья, на этом закормленном месте. Сегодня довольно прохладно, 20 градусов. В общем, я рад, рад тому, что после долгих поисков мы нашли место, где можно поймать рыбу. Вот, друзья, даже Рома приехал на разведку. Глубина здесь 4 метра где-то. Давайте еще раз попробуем повторить этот дубль. Мороз уже. Поплевка? Ну, они по них подвисли. Они прямо так как не клюют. Прям нет такой мощной открытой поплевки. Подвисик такой. Мираму одну хорошую упустил на мою железь. Если упустил, то это хорошая была. Да. Кручок этот был. Упущенные, они все хорошие. Сняла крючок. Кручок даже сняла. Это хорошая была. Хорошая там реально была. Я говорю, зачем трогал, блин? Пускай заглатывал. С кандачка хотел моего трофея зацепить. Короче, не удалось. Ну, сейчас ты возьмешь его. Я ему сказал, говорю, сейчас я уеду, поставлю нам чай попить. Ну и жерлица не трогай. Слушай, ну мы зашли, посидели тут. Да? Желка ее, она прилипла. Ну все, возвращаемся к ребятам Семенам. Не знаю, может кто поймали. До этого Рома приходил, говорил, что поймал одну щучку и все на этом. И Мирам одного куска до нас поймал. Но Мирам одну упустил до этого. После этого, то есть и все. Ну мы как видели, одного окуня поймали. Вот, сейчас идем к ребятам. Вон машина, наверное. Грец, наверное. Там тепло, кстати, в этом? Да ну в этой штуке нет. Нормально, но не тепло. А там печки, не печки еще нет? Нет, ничего нет. Давай посмотрим, что тут похвастает. О, хорошая штука. А две сразу, да? Да нет. Манку нашли. Резанули? А, нет, меньше, где-то полтора. Ну, хотя бы что-то. Да. Я сейчас тебе говорю, хороший. Вот на этом месте именно у меня зять вытащил два года назад. На 12,5, на 6 и на 4. За одну рыбалку. Видишь, погода же. Мороз завонул. Ну вот, друзья, как говорят местные аксакалы, рыбалка сегодня будет не аххи, потому что давление и все такое. И я, как рыбак, настоящий все это понимаю. И, конечно же, понимаю переживания ребят, которые хотят, конечно, показать, что здесь все равно так же ловится. Но я им верю, потому что постоянно смотрю их ролики. Я прекрасно знаю, что здесь тоже ловится классно. Есть трофейные щуки. Окуня и вообще как бы приехал за трофейными щуками. Но, ладно. Особо я не огорчаюсь по этому поводу. И дело-то не главное не в рыбалке, друзья. Дело в человеческих взаимоотношениях. Я приехал с людьми повидаться, с подписчиками, с друзьями. Познакомиться с новыми людьми. Погостить. Вот. Людей тоже своим каким-то мелкими сувенирами порадовать. Вот. Дело-то в дружбе народов. Вот в чем дело. А никак не в рыбалку. Вот. Так что вот так вот. Будем сегодня дальше. Будем посмотреть сегодня день какой получится. Вот. Сейчас идет минерал. Сейчас у ребят в нем интервью небольшое тоже. Рома. Она за рыбалку. Ничего как-то дела. Честно сказать. Успехи не очень. Что-то совсем плохо. Туга по рыбе. Да. Ничего-ничего. Ждем-ждем-ждем. Вечером. Мне кажется перепакать. Мне кажется вечером прям вот будет там выход. Не знаю. Да. Мне кажется надо сняться отсюда и туда-обратно поехать. Дима вчера вечером. Кстати. Я вот это тоже подумал. Потому что там как бы даже лучше было чем сегодня. Да-да-да. Мне кажется сейчас вот подождать еще час. Если вот так не будет. Он может в 12 прям начать. Давай сомневаться. Давай сомневаться. Да это крутошка. Думаю. Быстро сейчас жерлицы собрать. Ой-ё-ой. Быстро прям собрать жерлицы. Я не думал. Так 20 минут. Ну да-да-да. Или время не терять можно пораньше. Да давай все-все-все советовать сейчас. Вот у этого блогера спросим. Он точно знает. Воу-воу-воу-воу. Ну если так умеет танцевать это крутой блогер. Слушай, мы поймали окуня. Вот такого. Зачетного. Я его отпустил просто. Маленький? Ну нормальный такой. Как твой. Можно пожарить его. Ну давай. Я его отпустил. Потому что. Это вошли. Надо было пить. Вот у меня щековка упала же. Переезжать будем, да? Ну щековка упала. Никто не увидел что она упала. Она взорвалась и все просто. Слушай, мы решили переехать отсюда. Вообще уехать. Как ты думаешь? На другой уровень? Подъехали. Тащи. Пороший сидит. Пороший сидит. Полностью размотал и все. Под шкурник же рядом должны находиться. Ну живой. Подраться кидай. Да. Правильно говоришь? Слава. На вчерашнее место хочется. Пороший сидит. Пороший сидит там. Что-то было. Что-то было. Все мне учился. Собирать вот этот наверное? Ну давайте думать что советовать. Собираемся и сейчас переезжаем или. Почти 11 сейчас. Не надо подождать. Или заедем пообедаем. Заново расстаться. Согреться. Приехать в это все собрать и обратно уехать. Не приехать. А сейчас собрать перед отъездом. Подождать час. Если час не начнет сработать. На сматывать. Катушка ужасная. Правильное решение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова